На протяжении нескольких месяцев жильцы частных домовладений по переулку Димитрова бьют тревогу по поводу образовавшейся свалки в соседнем дворе, которую никто не может ликвидировать, так как свалочный очаг находится в частном домовладении, и законодательство здесь бессильно. Этот мужчина живет с нами уже больше 10 лет, раньше был нормальный, семья была, а потом они разошлись, он спился, и у него совсем поехала крыша. Стал таскать мусор огромными кучами, там кричит ночами, он орет, вот соседям вообще спать не дает их ним рядом, он визжит, он что попало мелет, он ходит, туда сядо бродит, тачки всевозможные возит, и он не выносит этот мусор, он его приносит и складывает, приносит и складывает. Вот обращаюсь к главе администрации, у которого есть еженедельный объезд, пусть проедет на Димитрова на улицу по этому адресу и посмотрит сам лично, что здесь. И примет меры. Хозяину домовладения за неоплату коммунальных услуг отключили свет и газ. На какие средства он живет, никто не знает. Но количество мусора с каждым днем в его дворе увеличивается. По словам соседей, никакие уговоры на него не действуют. Кроме этого, мужчина развел собак, которые порой нападают на прохожих, а рядом находятся многоэтажные дома и детская площадка. Мы обращались, вызывали участкового. Участковый посоветовал обратиться в администрацию, потому что я ничего сделать не смогу. Были муниципальные инспекции. Они сказали, больше чем штраф, мы ничего сделать не можем. В администрации написали заявление, через 10 дней пришлось администрации ответ, что мы отослали ваше заявление в муниципальную инспекцию опять. Круг замкнулся. Просим власти города принять меры, убрать мусор и что-то сделать с ним, или полечить, или куда-то забрать в больницу его, что-то... Прислать машину рабочих, убрать все это. Мы в свою очередь обратились к начальнику муниципальной инспекции Николаю Белокобыльскому, чтобы узнать, в каком направлении ведется работа по данной проблеме и как можно ее решить. Не за горами лето и мусор начнет гнить под палящими лучами солнца и разносить зловоние по всей округе. В отдел муниципальной инспекции администрации города Азова от граждан поступило обращение по вопросу захламления территории частного домовладения по переулку Димитрово. Сотрудниками отдела муниципальной инспекции неоднократно осуществлялись выезды по данному адресу. К сожалению, собственник данного земельного участка не выходит к сотрудникам. В связи с этим был установлен данный собственник путем отправки запросов. Теперь ему отправлено извещение почтовое. В случае также нереагирования с его стороны будет составлен протокол его отсутствия. Мужчине грозит штраф в 3000 рублей. Если он его проигнорирует, то в следующий раз сумма возрастет до 5000. Но так как он нигде не работает, данная мера на него не подействует. Единственный выход из создавшейся ситуации – подать коллективный иск в суд. И при наличии судебного решения соседи, а также органы самоуправления смогут навести порядок во дворе дома и принять дополнительные меры помочь человеку перестать вести асоциальный образ жизни. Хотелось бы обратиться к гражданам города Азова о том, что на территории собственных домовладений запрещено складирование отходов, автомобильных покрышек, горючих материалов в преддверии пожароопасного периода. Сейчас отделом муниципальной инспекции совместно с ПОЖНОДЗОРом и МЧС города Азова проводятся рейдовые мероприятия по установке фактов складирования горючих материалов за данные нарушения, а также грозят штрафные санкции. Ивана Пажельцева, Юрий Бабенко, Азов.Инфо